Доброе утро, коллеги! Сегодня мы проводим последний в этом году вебинар. В этом году мы их провели практически 30 штук. И у меня к вам большая просьба. Если вас интересуют какие-то темы, которые вы очень хотите услышать в следующем году, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите нам по нашим адресам, либо персональным, либо по общему адресу инженеров Citrix. Меня зовут Сергей Халяпин, я главный инженер российского представительства компании Citrix Systems. И сегодня мы поговорим о том, какие варианты использования ZINAP и Zendostop существуют при использовании локально, при различных облачных вариантах. Мы записываем наш вебинар, поэтому те, кто по какой-то причине будут вынуждены покинуть наш вебинар раньше или по техническим причинам не смогут продолжить его слушать. Не переживайте, через день-два вы получите ссылку на запись данного вебинара и на презентацию, которую я использовал для сегодняшнего вебинара. Помогать мне в проведении вебинара будет Леонид Майзенберг, который будет отвечать на те вопросы, которые вы задаете в ходе вебинара. У вас есть возможность воспользоваться вкладкой Questions и задать вопрос. Либо, если вы что-то хотите написать, видимое сразу всем, вы можете воспользоваться закладкой Chat. Давайте начнем. Я думаю, что все, кто хотел, уже подключились. Но в любом случае, те, кто подключится чуть позже, всегда смогут послушать начало вебинара в записи. Итак, давайте для начала определим базовые принципы, что у нас является, скажем так, в понятии CITX-облаками, какие мы используем термины. И здесь, скажем так, наверное, самое главное прийти к общему пониманию, что есть что, и о чем мы говорим, чтобы терминология была понятна всем. Итак, ключевые понятия в терминах разгоняем облака, то есть убираем туман и четко определяем те определения, которые нам необходимы в дальнейшем для работы. Итак, существует несколько типов облаков. И, соответственно, есть несколько типов сервисов, которые мы используем в определениях того, какой компонент с чем работает. Итак, есть у нас публичные облака, есть частные облака и есть, соответственно, гибридные облака. С точки зрения сервисов у нас есть инфраструктура из-за сервис, есть платформа из-за сервис, PAS и программное обеспечение, software из-за сервис. Давайте посмотрим, что и каким образом они могут быть между собой связаны. Итак, публичное облако. Какие у него характеристики? Это то, что компании, заказчики обычно отдают на аутсорс. То есть это ресурсы, которые не принадлежат заказчику. То, что он берет по подписке тогда, когда ему необходимо, то есть по требованию. В публичных облаках использования ресурсов оно регистрируется, и фактически оплата идет за использованные ресурсы. И, соответственно, если вы машину свою там виртуальную включили, и вы ее технически не используете, но она находится в включенном состоянии, вы будете вынуждены поставщику вашего публичного облака оплачивать за используемые ресурсы, используемые с точки зрения того, что машина запущена. Публичное облако характеризуется моделью затрат OPEX, то есть операционные затраты, когда вы фактически платите действительно по факту использования. Здесь нет никаких prepayment вариантов, когда вы условно оплатили какую-то лицензию, и, соответственно, в зависимости от того, пользуете или не пользуете, у вас платеж в обязательном порядке прошел. Масштабы. Публичные облака характеризуются огромными масштабами, то есть фактически вы можете прийти и запросить у поставщика публичного облака не только 5-10 виртуальных машин, но и 500-1000-10 тысяч у крупных поставщиков публичных облаков. Это нормальный показатель, когда вы приходите с такими запросами. По вендорам. Кто эти вендоры, кто эти поставщики? Ну, в первую очередь, это, конечно, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Software, ну и, соответственно, дальше поставщики различных решений, Software as a Service, которые также относятся к публичным сервисам, то, что берут организации для своих нужд, и, соответственно, это обычно этим заказчикам не принадлежит. Частное облако. Чем оно у нас характеризуется? Оно у нас характеризуется локальным размещением, то есть все-таки это больше ориентируемся мы на площадку заказчика, на дата-центр, построенный с использованием различных облачных технологий. Поэтому у нас есть такое понятие, как конечный масштаб. При построении своего дата-центра мы все-таки имеем ограниченное количество ресурсов, в том числе количество стоек, количество электроэнергии, подведенной к нашему ЦОДу, и мгновенно увеличить емкость наших сервисов, которые мы предоставляем внутренним заказчикам, невозможно. Поэтому здесь речь идет о том, что мы все-таки заранее просчитываем какие-то ресурсы, которые нам необходимы в дальнейшем, и мы, исходя из этих ресурсов, можем обеспечить работу того или иного количества пользователей. Естественно, частное облако характеризуется активным использованием виртуализации и автоматизации, и, соответственно, различных возможностей по самообслуживанию. Какие-то порталы, возможность заказа соответствующих сервисов пользователям самостоятельно. И здесь затраты все-таки капитальные по модели CapEx, потому что если это наш дата-центр, то мы сначала должны понести определенные затраты, то есть его построить, купить оборудование, закупиться лицензиями, но при этом используются технологии облачные, виртуализация, автоматизация, самообслуживание. И это позволяет все-таки описывать это как облачную среду. Вендоры различные. Для построения частного облака можно воспользоваться решениями разных вендоров. Это и Citrix, и Microsoft, и VMware, и Red Hat, Oracle, и, соответственно, многие другие, которые, скажем так, у нас здесь на слайде не представлены, но это не значит, что этот перечень конечен. Гибридные облака. На самом деле это, по большому счету, комбинация различных вариантов, частное-частное, либо частное-публичное. И это дает нам определенные преимущества в виде гибкости, возможности выбора, размещения тех или иных ресурсов. Есть прямое сетевое подключение между компонентами, интеграция различных ресурсов между собой. И часто схема гибридного облака используется для модели взрывного роста. То есть представьте себе, есть организация, которая использует активное частное облако, параметры этого облака конечны. То есть мы понимаем, что мы можем обслужить, например, 3-5 тысяч пользователей. И вдруг происходит ситуация, когда нам нужно резко увеличить количество сотрудников. Ну, например, происходит слияние двух компаний. И, соответственно, вместо 5 тысяч пользователей нам необходимо предоставлять доступ не 5, а 7, 8 или 10 тысячам сотрудников. В этом случае мы, скорее всего, пойдем на схему с гибридным облаком, временно взяв ресурсы от публичных поставщиков, от Амазона, от Ажура, от Oracle, от Google Cloud. И, соответственно, вот эти вот взрывное количество дополнительных пользователей временно будут работать в сервисах, которые предоставляют публичные облака. А потом, по мере, скажем так, расширения инфраструктуры, мы можем их обратно перенести в частное облако. Поэтому здесь, когда мы говорим о затратах, они, скорее всего, будут смешанные. Часть капитальные затраты, часть операционные. Ну, собственно говоря, то, о чем я рассказал. Вот у нас сотрудники работали в частном облаке, и вдруг возникла необходимость быстро предоставить доступ к сервисам, которые размещаются в публичном облаке. Не обязательно это сервисы, связанные с взрывным ростом. Это, возможно, ситуация, когда у нас внутри компании разворачивается какое-то решение, доступное по модели Software as a Service, например, тот же самый Salesforce. И тогда из своего частного облака мы даем доступ сотрудникам к различным публичным сервисам. Обеспечивается, скажем так, взаимодействие этих двух облаков. Ну, в данном случае мы говорим, например, о работе тех же самых виртуальных бестопов и терминальных сервисов. И сразу у нас схема переходит в модель гибридного облака. Соответственно, объединив два или более облаков, то есть на схеме у нас сейчас нарисованы два облака, отдельно частные, отдельно публичные. Но это могут быть несколько частных облаков, либо частное облако, соединенное с различными публичными облаками. И объединив таким образом эти разные облака, мы получаем возможность переносимости данных между этими облаками и точно так же переносимость приложений, если нам по каким-то причинам необходимо перенести те же самые терминальные сервисы из одного региона в другой, так, чтобы они оказались ближе к своим финальным потребителям, конечным пользователям. Итак, если мы теперь сопоставим, какие сервисы могут быть нам доступны из каких облаков, на самом деле из публичного облака, конечно, это инфраструктура, конечно, это платформа и, конечно, это программное обеспечение как услуга. То есть публичное облако предоставляет нам все три типа сервисов. Из частного облака, скорее всего, мы сможем получать инфраструктуру как услугу и платформу как услугу, потому что все-таки ПО Software as a Service обычно в частных облаках не разворачивают, его получают извне при интеграции с публичными сервисами. Именно поэтому при рассмотрении гибридного облака мы будем говорить о том, что да, обязательно это, скорее всего, EAS, да, это платформа, и, возможно, ПО Software as a Service, если мы объединяем частное с публичным, публичное облако, из которого мы получаем какое-то программное обеспечение, которое мы не можем развернуть у себя или по ряду причин не хотим разворачивать on-premise в своем частном дата-центре. Что предлагает Citrix Cloud? На самом деле все технологии, которые сейчас есть у Citrix, это и ZenApp, ZenDesktop, и ZenMobile, и ShareFile, и различные вариации NetScaler, они доступны из облака Citrix как услуга, соответственно, обеспечивая практически идентичную функциональность и предоставляя, скажем так, немножко другую модель потребления сервисов. Мы поговорим о различиях этой модели на примере ZenApp и ZenDesktop. При этом мы всегда стараемся идти навстречу нашим заказчикам. В рамках Citrix Cloud вы можете построить гибридные облака, воспользоваться любыми частными облаками, воспользоваться любым практически публичным облаком и использовать любые гипервизоры промышленные, которые могут встретиться в вашей инфраструктуре. Это Hyper-V, это KVM, это ESX, ну, естественно, это наш ZenServer. Что, скажем так, хочется сказать о ZenApp и ZenDesktop? На самом деле это продукт, который, наверное, если постараться кратко охарактеризовать, это решение, которое обеспечивает гибкость инфраструктуры, комфортность работы пользователей и безопасность как инфраструктуры, так и работы конечных пользователей. С точки зрения гибкости мы, наверное, уже достаточно долгое время придерживаемся этого слогана, чтобы обеспечить доступ из любого места, с любого устройства к любым ресурсам, которые необходимы сотрудникам для работы. И это справедливо как для локальных инсталляций, так и для инсталляций, развернутых в различных вариантах облачных инфраструктур. Так как мы изначально шли от работы конечного пользователя, то одним из ключевых моментов разработки и развития решений является обеспечение называемого высокого user experience. Ну, наиболее близкий аналог в переводе – это комфортность работы пользователя. То есть, насколько пользователю привычно, насколько он легко может перейти с традиционной модели работы с локально установленными приложениями в виртуальную инфраструктуру, в терминальные сервисы. Вот решения CITX стараются сделать такой переход максимально плавным и незаметным для пользователя. Очень часто мы слышим от заказчиков, которые перешли или находятся в процессе перевода сотрудников на наше решение, о том, что те, кто уже перешел, является неким эталоном для тех, кто еще планирует перейти. И, соответственно, сотрудники, не перешедшие еще на терминальные сервисы или виртуальные десктопы, просят IT-службу сделать этот переход как можно быстрее, чтобы получить те же самые возможности, которые имеют их коллеги. С точки зрения безопасности, CITX опять-таки исторически рассматривал всех своих пользователей, не как внутренних, а как фактически внешних. То есть модель угрозы заключалась в том, что любой сотрудник может похитить данные или, скажем так, может нечаянным образом допустить их утечку. Поэтому, рассматривая в инфраструктуре терминальных сервисов, виртуальных десктопов, CITX добавлял максимум функциональности с точки зрения безопасности. Это и различный контроль над буфером обмена и возможность записи сессии в видеофайл для службы безопасности. Это возможность проверки состояния рабочего места на соответствии различным правилам и политикам, которые определил администратор информационной безопасности. Блокирование различных ресурсов при подключении к терминальным сервисам и виртуальным десктопам. Ну и, конечно, различные сертификации, направленные на возможность использования этого продукта в различных учреждениях с повышенными требованиями к безопасности. Те, кто, скажем так, давно знают наше решение, знают, что раньше XenApp и XenDesktop строились на базе разной архитектуры. XenApp до версии 6.5 включительно и, соответственно, совсем ранние версии XenDesktop имели архитектуру IMA, Independent Management Architecture. Начиная с версии XenApp 7.0 и, соответственно, с XenDesktop с версии 5 произошел переход на FlexCast Management Architecture, которая теперь позволяет использовать единое решение как для доставки приложений, так и для виртуальных десктопов. Фактически отличие заключается только в том, на какую операционную систему мы будем ставить соответствующий delivery-агент. Он может быть поставлен на серверную операционную систему, и тогда мы отдаем терминальные приложения либо общий десктоп Windows сервера, то есть некий сервер VDI построения инфраструктуры. Если мы ставим этот агент на операционную систему клиентскую, Windows или Linux, то мы, соответственно, даем возможность пользователю поработать с инфраструктурой виртуальных десктопов. При этом сама архитектура управления, она оптимизирована для облачных систем, потому что она фактически может быть легко отделена от вычислительной нагрузки, от тех ресурсов, на которых крутятся сами виртуальные машины. Именно вот такой подход позволяет строить абсолютно различные схемы, различные инфраструктуры, которые наиболее полно отвечают запросам и требованиям заказчика. Там уже отличие идет фактически по вариантам то, как эти лицензии или подписка приобретаются, каким образом осуществляются платежи, где реально располагается вычислительная нагрузка, где находится инфраструктура управления. Но об этом мы посмотрим чуть-чуть позже. Соответственно, такой вариант позволяет нам быстро обновлять различные версии программного обеспечения в инфраструктуре, так же, как и версии своего ПО, XenApp и XenDesktop. В рамках FlexCast Management Architecture у нас имеются различные встроенные инструменты мониторинга и поддержки пользователей. Как я уже сказал, оно спроектировано для облака, и вот здесь мы видим, что инфраструктура управления, то есть контроллер, база данных для сайта и StoryFront могут быть совершенно спокойны, вынесены в облако. При этом вычислительные ресурсы, опять-таки, могут быть распределены по различным локациям, по различным средам. У нас здесь на слайде представлено, что часть вычислительных ресурсов, например, приложений и десктопы находятся в облаке Asia, другие приложения и десктопы находятся в Amazon Web Services, и, соответственно, на площадке заказчика остались различные десктопы. То есть таким образом можно строить абсолютно разные гибридные схемы, объединяя различные не только площадки, но и различных поставщиков облачных сервисов, либо задействовать не только публичные облака глобальные, но в том числе и локальные инсталляции, что позволяет фактически говорить о построении белорусского, российского облака для работы с зенапом, зендоскопом, украинского. Я знаю, что у нас регистрировались коллеги из Грузии, Азербайджана. То есть локальные облака, которые будут развернуты в той стране, которую вы выбираете с помощью того партнера, с которым вы работаете. Citrix где-то пару лет назад перешел на график выпуска версии по трем направлениям. Здесь на слайде будут представлены два – Current Release и облачный. И расписание выглядит следующим образом. На текущий момент Citrix более-менее придерживается этого расписания. Current Release выходит обычно раз в квартал. В этом году Current Release вышло три. Это 7.16, 7.14 и 7.13. И в третьем квартале Current Release, фактически вместо Current Release вышел Long Term Service Release 7.15. Те заказчики, которые сидят на модели Current Release, его совершенно спокойно могут использовать как текущий релиз. В то же время есть определенное расписание для облачных выпусков. И по планируемому расписанию приблизительно раз в три недели выходит новый сборка, билд для облачных сервисов. Понятно, что в этом случае придерживаться графика в три недели сложно. И на практике получается картина, когда какой-то функционал появляется через две недели вместо трех, какой-то через неделю, а где-то происходит некоторая задержка. Например, здесь на графике мы видим, что промежуток был четыре недели вместо трех. Но на самом деле это позволяет нам сосредоточиться на выпуске ключевых функций. То есть часть выпусков, которые выходят в рамках облачных сервисов, они являются исправлениями. Но, скажем так, регулярно мы стараемся предоставить доступ к ключевым функциям, к новым ключевым функциям, которые самыми первыми, конечно, появляются у наших облачных пользователей. Те, кто использует решение ZenApp, ZenDesktop из облака Citrix. Теперь давайте посмотрим, чем же эти сервисы и ZenApp OnPremise отличаются друг от друга с архитектурной точки зрения. По облачным сервисам, где в рамках Citrix Cloud конечный пользователь может получить соответствующий ресурс. Это либо ZenApp Secure Browser Service. Это только в том случае, если вам, как заказчику, необходим доступ именно к публикации браузерных приложений. То есть этот сервис ничего другого больше не предоставляет. То есть нельзя опубликовать, не знаю, 1С или нельзя опубликовать Windows 7, Windows 10, либо Linux, виртуальную машину. Там возможна публикация только браузерных ресурсов с использованием того или иного интернет-обозревателя. Это в основном нужно тем заказчикам, которые активно перешли на использование веб-технологий, используют внутри, в том числе, компании различные веб-приложения. Но, несмотря на то, что при разработке все предполагали, что веб-приложения будут совместимы между различными платформами и различными браузерами, «Горькая правда жизни» говорит нам о том, что, к сожалению, часть приложений нормально работают с одними браузерами, но не работают с другими. И если мы внутри компании используем различные платформы, в том числе и мобильные устройства, планшеты, смартфоны, то может сложиться ситуация, когда сотрудник, который нормально использует свой планшет для работы с определенным набором бизнес-приложений, не может с того же самого планшета работать с другими веб-сервисами, которые предоставляет компания. Соответственно, здесь XenApp Secure Browser Services позволяет, скажем так, смягчить эту проблему. Администратор публикует для своих конечных пользователей уже настроенные браузеры для работы с конкретным приложением. То есть пользователь, приходя на Storefront, видит иконку веб-приложения, и когда он его запускает, для него в облаке, либо, если мы говорим про OnPremise вариант XenApp Secure Browser Edition, поднимается необходимый браузер со всеми необходимыми настройками, аддонами, плагинами, которые необходимы для работы данного веб-приложения. Если нам нужен десктоп или десктоп и терминальные сервисы, то в этом случае в облаке заказчик может выбрать один из двух вариантов. Это либо Citex XenDesktop Service, либо Citex XenApp Services и XenDesktop Services. В первом случае мы имеем возможность получить доступ к любому типу десктопов. Во втором и десктоп, и терминальные сервисы. Четвертый вариант – это фактически полное цифровое рабочее место Citex Workspace Services, который предоставляет доступ не только к терминальным сервисам, виртуальным десктопам, но в том числе и к нашему решению по управлению мобильными устройствами и к нашему решению по работе с файлами – это Citex ShareFile. То есть это, скажем так, модель, которая позволяет заказчику уже полностью уйти от локальной привязки к каким-то ресурсам и полностью развязать инфраструктуру устройств и инфраструктуру приложений и виртуальных десктопов. С точки зрения варианта подписок, все облачные сервисы – это подписка. То есть здесь нет возможности купить, как раньше, on-premise лицензию, однократно заплатив, и дальше, если вы, например, не продлеваете подписку, вы остаетесь на какой-то версии. Здесь именно модель по подписке, когда регулярно, в данном случае, счета выставляются годовые, вы определяете объем необходимых вам сервисов и, соответственно, его оплачиваете. Подписка возможна на срок от 1 до 3 лет. Соответственно, за раз можно купить максимум на подписку на 3 года. Минимальный размер. Здесь, в отличие от on-premise вариантов, где минимальный первый заказ – это был 5 лицензий, здесь минимальный размер заказа – это 25 рабочих мест, либо 25 пользователей, в зависимости от вариантов лицензирования продукта. При этом на текущий момент доступны для заказчиков, у которых уже есть лицензии on-premise, различные программы по переходу, по замене вот этих вот постоянных лицензий в различные облачные сервисы. Об одном из таких вариантов мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. Естественно, очень часто встает вопрос безопасности. Насколько безопасно облако? Вот если мы сейчас развернем свое решение в CITX Cloud, что будет с нашими данными, что будет с нашими учетными записями? У CITX Cloud нет доступа к корпоративным данным. Есть фактически три элемента, за которые переживает заказчик. Учетные записи, но при этом, когда мы настраиваем инфраструктуру, у нас компонент взаимодействия между облачной составляющей и локальной площадкой, заказчик – это Cloud Connector. Он шифрует учетные записи пользователя до того, как они достигнут облака. Собственно говоря, данные пользователей – это образы виртуальных машин, данные приложения. Они всегда размещаются на той площадке, которую выбрал заказчик. Хотите размещать их on-premise в своем ЦОДе? Пожалуйста. Хотите разместить их в ЦОДе партнера, который обеспечивает и гарантирует вам безопасность этих данных? Это ваше право. Хотите разместить их у публичного глобального провайдера, такого как Google, Microsoft, Oracle? Пожалуйста, вы можете разместить вычислительные ресурсы на их площадке. Но Citrix Cloud. В Citrix Cloud находятся только управляющие элементы. Они не имеют доступа к этим данным пользователям. И, соответственно, данные брокера, когда мы запускаем то или иное приложение, что-то должно, скажем так, передаваться между Neskrop Delivery контроллером и соответствующим ресурсом. Citrix Cloud сохраняет только метаданные пользователей и метаданные приложений. Соответственно, что же это такое метаданные? Это имя пользователя, User001. Это имя приложения 1S и иконка этого приложения. Соответственно, никаких реальных данных, связанных о том, что это за приложение, где же оно реально находится и как оно запускается, нет. Никакой информации о том, какие данные это приложение обрабатывает в рамках Citrix Cloud, также не сохраняются. Поэтому любые sensitive, то есть не подлежащие оглашению данные, они остаются на тех площадках, которые выбирает заказчик. Образ машины, данные пользователей, данные приложения. Соответственно, с точки зрения безопасности у вас есть все возможности для того, чтобы обеспечить тот уровень безопасности, который требует ваша служба информационной безопасности, либо регулирующие органы. Второй вопрос – это данные, которые находятся в пути, так называемой, в транзите между рабочим местом и, соответственно, тем или иным ресурсом. Все данные, они зашифрованы по SSL. Если мы говорим о HDX данных, там речь идет о пикселях изображения, то есть тех элементов экрана, которые передаются на рабочее место пользователя, на рабочее устройство пользователя, плюс скан-коды нажатых клавиш. Они проходят через Netscaler Gateway и также шифруются. Сами учетные данные пользователя, они проходят через облачный Storefront, но там не сохраняются. Вот как альтернатива, я рассказывал, Storefront может быть размещен на площадке заказчика, то есть в on-premise дата-центре, и также он может быть настроен на шифрование учетных данных перед покиданием площадки. То есть в этом случае CDX Cloud вообще не видит никаких учетных данных пользователей. Вот традиционная установка. То есть если мы разворачиваем Xenap или XenDesktop на своей площадке, на локальной площадке заказчика, либо у партнера, которому мы доверяем, мы должны развернуть следующие компоненты. Верхняя часть – это как раз компоненты управления. Storefront, брокеры, база SQL, сервер лицензирования, консоль директор и консоль студию – это все, что необходимо нам для настройки и управления решением в дальнейшем. Нижняя часть – это как раз вычислительная нагрузка, откуда мы будем поднимать на каком гипервизоре образы виртуальных машин с серверной операционной системой, с десктопной операционной системой. Где-то здесь должна располагаться Active Directory, откуда будут браться учетные записи для того, чтобы назначить соответствующие ресурсы пользователям. И тут, когда мы говорим о традиционном варианте, мы говорим о том, что заказчик покупает лицензию постоянную, и вместе с постоянной лицензией он должен купить сейчас год технической поддержки, в который включается в том числе право на обновление версий и возможность обращения в службу технической поддержки в неограниченном количестве. 24 на 7, 365 дней в году, хоть несколько раз по почте, либо по телефону можете открывать кейсы, связанные с вашей инфраструктурой. Когда год этой технической поддержки заканчивается, тут у заказчика есть возможность выбора либо остаться на текущей версии без поддержки, и не продлевать техническую поддержку, либо провести платеж за техническую поддержку и опять получать право на обновление, на новые версии и возможность открытия кейсов в службе технической поддержки Citrix. При этом мы можем развернуть это решение не только локально на площадке заказчика, а разнести вот эти два компонента на площадке заказчика, либо на площадке партнера, но фактически он премис с использованием вот этих вот постоянных лицензий, которые у нас вложатся в модель капитальных затрат CapEx. Мы размещаем управляющую часть у себя на площадке, мы за нее отвечаем, а вычислительную нагрузку либо разделяем, часть оставим у себя, а часть переносим в локальные облака, в российское облако, в белорусское облако, в украинское облако, или в глобальные облачные сервисы из коробки Citrix, ZenApp и ZenDesktop могут размещать свои ресурсы в Амазоне, в Ажуре, то есть никаких дополнительных настроек здесь не требуется, просто администратор должен ввести определенную строку для подключения к соответствующим ресурсам, чтобы брокер и элементы управления знали, как и где им создавать необходимые виртуальные машины. Здесь ключевое отличие это в том, где находится управляющая часть и по какой схеме она лицензируется. То есть традиционный вариант это он премис лицензии и управляющая часть находится под контролем заказчика, под его зоной ответственности. Заказчик или партнер, который ведет инфраструктуру заказчика, отвечает за своевременные обновления, установку новых версий брокера, стора фронта, директора, сервера лицензирования и всего остального. Вычислительная нагрузка может плавать. Она может размещаться на площадке заказчика, может быть частично вынесена в публичное облако, например, появились какие-то временные сотрудники, какой-то временный проект. Для того, чтобы не наращивать ферму серверов, можно просто оплатить сервисы в публичном облаке, либо у локального партнера, и там развернуть необходимое количество виртуальных машин, терминальных или виртуальных десктопов. Я здесь не буду специально останавливаться на ограничениях Microsoft с точки зрения лицензирования. Все-таки мы его не проверяем. Это дается на откуп заказчику и взаимодействие с локальными представительствами Microsoft. Microsoft лицензирование меняется. Сейчас тоже появились некоторые вещи, о которых я буквально вчера узнал, о том, что теперь Microsoft может в рамках SPLA предоставлять, сервис-провайдер, который предлагает услуги Microsoft по подписке, может предоставлять в том числе и Windows десктопы с клиентской операционной системой, но используя специализированную лицензию. Раньше, например, такой возможности не было. Поэтому по лицензированию Microsoft рекомендую все-таки проконсультироваться с локальным представительством Microsoft в вашей стране. Когда мы говорим о переносе решения в облако, управляющая часть, то, что, скажем так, вы приобретаете у Citrix по подписке, это как раз Citrix Cloud, это элементы брокера, это Storefront, Директор, Студио. Здесь вы дополнительно не платите ни за какое потребление ресурсов, ни за количество виртуальных машин. То есть Citrix определяет, сколько вам брокеров необходимо для того, чтобы обслуживать вашу инфраструктуру. Сам занимается обновлением этой части инфраструктуры. И здесь платеж фактически идет годовой по факту количества подключаемых пользователей. А вот вычислительная нагрузка здесь может быть приземлена там, где это вам необходимо. Если вы обрабатываете какие-то данные, либо работаете с какими-то приложениями, которые, согласно законодательству, должны находиться на территории вашей страны, пожалуйста, вы вычислительную нагрузку можете приземлить в своем ЦОДе. Либо в ЦОДе, сертифицированного локальными органами партнера, который уже будет обеспечивать защиту этих данных. Если вам хочется или, скажем так, нет ресурсов на локальной площадке, вы совершенно спокойно переносите вот эту вычислительную нагрузку в различные облачные среды. Либо на площадку партнера, либо на площадку глобального поставщика облачных сервисов. Здесь вы вольны делать с точки размещения вычислительных ресурсов все, что угодно. Основное отличие, что здесь элементами управления занимается Citrix, он занимается их управлением, и здесь нет постоянной лицензии. То есть вы здесь покупаете фактически подписку на эти сервисы. Вот фактически это ключевое различие между on-premise вариантом лицензирования и сервисной моделью, которая предоставляется по модели Citrix Cloud. При этом часть элементов, например, тот же самый NetScaler Gateway, либо Storefront, могут находиться либо на площадке локальной on-premise, либо могут быть перенесены в облако Citrix Cloud. Опять-таки это выбирается исходя из тех задач, тех ограничений, которые есть в вашей инфраструктуре. Соответственно, как работает взаимодействие управляющей части с той вычислительной нагрузкой, которая остается либо на вашей площадке, либо унесена в то или иное облако. Есть такой элемент, как Cloud Connector, который ставится на любую машину с Windows 2012 R2, введенную в домен. И именно через этот элемент происходят все взаимодействия с облачным сервисом Citrix. Весь трафик зашифрованный, выходит по направлению в облако Citrix по одному порту 443, поэтому этот Cloud Connector может работать и за NAT, и за HTTP proxy. Сам сервис Cloud Connector автообновляется, что позволяет нам поддерживать консистентность состояния, то есть актуальное состояние вместе с теми сервисами, за которые отвечает Citrix, которые он обновляет в своем облаке. Как развернуть гибридную площадку? На самом деле в этой схеме достаточно просто. Например, у вас есть локальный ЦОД, и вы хотите в рамках использования Citrix Cloud еще попутно часть нагрузки разместить в каком-то облаке, либо в Amazon Web Services, либо в Microsoft Azure, либо еще в каких-то. В данном случае вы настраиваете VPN, например, между локальным ЦОДом и облачным провайдером, и, соответственно, можете передавать, обмениваться данными между двумя площадками, а управлять нагрузкой с точки зрения виртуальных десктопов и терминальных сервисов будет Citrix Cloud из, скажем так, облака Citrix, который реально располагается в Microsoft Azure. Какую архитектуру предусмотреть, например, в каждом конкретном случае? Citrix предлагает заказчикам воспользоваться инструментом tools.cloud.com и, ответив на несколько вопросов, получить предлагаемую схему о том, что Citrix рекомендует по размещению ресурсов. Те, кому интересно, предлагаю пройтись по этой ссылке и посмотреть на те варианты, которые компания предлагает для развертывания гибридных инфраструктур. Что нового появилось за последнее время? Отвечая на те вызовы законодательства, которые происходят не только в России, и не только у законодателей наших ближайших соседей, но и в Европе принят определенный закон, аналогичный нашему закону о персональных данных. В результате многие поставщики облачных сервисов были вынуждены принести свои облачные площадки, в том числе на европейскую территорию. Citrix в данном случае не исключение. Сейчас у заказчиков решения Citrix Cloud есть возможность размещения ресурсов на одной из двух площадок, либо в Соединенных Штатах, либо в Европейском облаке, в зависимости от предпочтений или требований законодательства той или иной страны. Поэтому сейчас есть уже возможность для европейских заказчиков развернуть ZINAP ZINDASTOP из Европейского облака. Соответственно, российские, украинские, белорусские, грузинские коллеги также при использовании Citrix Cloud могут выбирать не американское, например, а европейское облако. Во-первых, оно ближе. Во-вторых, с точки зрения законодательства, может оказаться более интересным по работе с различными данными, которые представляют персональные данные, либо их аналоги. Как я уже говорил, Citrix для тех заказчиков, у которых уже имеются внедрения локальные, предлагает некую схему по плавному переходу, плавному переносу из существующей инфраструктуры, используя лицензии, имеющиеся в облачную среду. Это так называемая программа Hybrid Rights, когда можно использовать имеющиеся лицензии с определенными ограничениями, в том числе на использование в рамках Citrix Cloud. Эти Hybrid Rights дают право в течение 24 месяцев осуществить плавный перенос существующей инфраструктуры в облачную среду. И, соответственно, через два года поддержка и права на локальное использование программного обеспечения прекращаются. То есть фактически мы плавно перенесли нашу вычислительную нагрузку и среду управления в облачную инфраструктуру. Что еще нового появилось? Буквально в начале декабря, на прошлой неделе, Citrix объявил о доступности своего решения Citrix Cloud через Oracle Cloud Marketplace. Соответственно, уже появилось руководство по развертыванию. Если кому-то интересно, напишите. Я постараюсь найти этот deployment guide и, соответственно, вам выслать. Точно так же Citrix расширяет существующее партнерство с Google. Уже появилось также руководство по развертыванию решений. Вычислительные нагрузки для Citrix Cloud в рамках гугловой облачной платформы. И, соответственно, те, кто нацелен на использование Google Cloud Platform в качестве основной облачной среды, могут использовать в том числе и наши терминальные сервисы, виртуальные десктопы. Для работы с нагрузкой, которая будет размещена в Google Cloud Platform. Конечно, мы не забываем нашего уже проверенного временем любимого партнера Microsoft. И, соответственно, внедряем все те нововведения, которые Microsoft делает в Asia. Это и поддержка специального Asia Government в Соединенных Штатах, и Asia Germany европейский. И, соответственно, различные новинки, которые Microsoft приносит в рамках Asia, которые интересны заказчикам, которые работают с виртуальными десктопами и терминальными сервисами. Есть у нас много партнеров. Один из интересных партнеров – это компания Nutanix, которая предлагает специальный Citrix Workspace Appliance, то есть устройство, такой определенный программно-аппаратный комплекс, который проверен по программе Citrix Ready. И при его использовании мы фактически имеем локальные ресурсы, то есть локальные наши вычислительные мощности, но при этом используется облачное управление Citrix. То есть здесь это может быть интересно тем заказчикам, которые хотят перейти с точки зрения лицензирования Citrix на сервисную модель, но при этом хотят быстро развернуть инфраструктуру, которая хорошо масштабируется, используя вычислительные мощности Nutanix. Соответственно, если это интересно, у коллег также выпущены уже дипломент-гайды, и это решение проверено с помощью программы Citrix Ready, то есть проверено и протестировано специалистами Citrix. Еще один из вариантов, который доступен для желающих получить доступ к своим терминальным сервисам или виртуальным десктопам, это линейка Essentials. Эта линейка появилась в этом году, и она предназначена в первую очередь для тех заказчиков, которые рассматривают в качестве основного ключевого партнера в построении своей облачной инфраструктуры компанию Microsoft и облако Microsoft Asia. Соответственно, есть два продукта. Это XenApp Essentials, это то, что пришло на замену Microsoft Azure Remote App. И если говорить о модели с точки зрения ценообразования и ресурсной модели, из чего состоит комплекс XenApp Essentials. Это часть Citrix Cloud, где находится управляющая инфраструктура, и дальше это ресурсы, которые размещаются в Microsoft Asia. Поэтому, скажем так, стоимость услуги, она фактически формируется из нескольких показателей. В рамках Asia Marketplace заказчик приобретает решение Citrix, но через Azure Marketplace, и там цена плоская на одного пользователя в месяц – это 12 долларов. Дальше заказчик либо приобретает в Azure Marketplace лицензии RDS SAL, либо приносит свои RDS CAL для использования в инфраструктуре терминальных сервисов. И еще один платеж – это потребление ресурсов Microsoft Asia. То есть фактически заказчик определяется с количеством виртуальных терминальных серверов, их мощностью и, соответственно, то, как долго в течение месяца эти ресурсы будут находиться в включенном состоянии. Исходя из этого, используется, скажем так, формируется модель оплаты. То есть Azure Marketplace 12 долларов на Citrix 6.25, либо свои лицензии терминальные, и плюс те платежи, которые необходимо сделать за виртуальные машины, размещенные в Microsoft Asia. Это типичное, скажем так, гибридное внедрение, где у нас инфраструктура управления находится в Citrix Cloud. Там она формируется для заказчика. И дальше мы взаимодействуем с Microsoft Asia, где располагается как раз вычислительная нагрузка приложений. Тут заказчик может дополнительно развернуть файловые серверы, например, контроллер домена, который будет связан с он-премесной инсталляцией в Codi, либо, скажем так, просто исключительно в рамках Microsoft Asia. И здесь через VPN можно осуществить соединение с он-премес дата-центром заказчика, где располагаться дополнительные ресурсы, те же самые файлы сервера, либо сервер терминальных лицензий Microsoft. Zen Desktop Essentials практически такая же схема. Это тоже 12 долларов на пользователя в месяц за решение Citrix Zen Desktop Essentials, за управляющую часть. И дальше есть те требования, которые предъявляет Microsoft к решению. Причем здесь нужно отметить, что эти требования точно так же, как и в случае он-премес инсталляции, будут применимы ко всем вендорам. То есть они будут требоваться от всех вендоров. То есть если мы в случае он-премес говорим, что как только мы получаем доступ к приложению, размещенному на сервере, независимо от того, какой протокол мы используем, какие варианты построения инфраструктуры мы используем, мы должны иметь Microsoft терминальную лицензию Microsoft RDS. То же самое в облаке должна быть RDS лицензия, либо RDS SAU в случае подписки Microsoft Edge. Если мы получаем доступ к виртуальному десктопу с клиентской операционной системой, каким бы образом мы это ни получали, нам нужна лицензия на эту клиентскую операционную систему. Либо VDA подписка, либо Enterprise Agreement с Software Assurance, где вот эта VDA подписка заказчику может выдаваться в качестве бонуса, но в любом случае оно должно быть независимо от того, каким протоколом, каким решением будет осуществляться подключение к клиентской операционной системе. Если поставщик вашего решения заявляет, что это ничего не нужно, ну, скорее всего, вас, мягко скажем, вводят в заблуждение, и это будет работать до, фактически, первого аудита со стороны Microsoft, либо до первого обращения в службу технической поддержки Microsoft. Технически, да, работать будет. Юридически это будут нарушения, которые могут привести к серьезным и очень неприятным последствиям. Что заказчик должен принести с собой для того, чтобы запустить виртуальные десктопы на базе Windows 10? У заказчика должен быть Enterprise Agreement. У него должна быть лицензия Windows 10 Enterprise CBB на пользователя. Microsoft тоже ушел на формирование двух линеек. Это CBB, аналог нашего current release, и, соответственно, LTSB, Long Term Service Branch. Это аналог нашего LTSR для тех заказчиков, которым важна, скажем так, длительная предсказуемая работа инфраструктуры, поддерживаемая. Так вот, с точки зрения лицензии, здесь линейка CBB должна быть у заказчика. Заказчик приносит свою лицензию Windows 10 в инфраструктуру, либо приносит в IDE подписку на пользователя. Плюс, естественно, идет оплата потребления инфраструктуры, как услуги, IaaS, для виртуальных десктопов. Зависит все это от того, какие вам нужны виртуальные десктопы. С одним виртуальным процессором, с двумя гигабайтами оперативной памяти, на обычных дисках, либо у вас нагрузка внутри виртуальных десктопов такая, что требуется несколько виртуальных процессоров, 16 гигабайт оперативки виртуальной, плюс размещение этих виртуальных машин на SSD дисках, да плюс еще, например, доступ к графической подсистеме. Поэтому платежи здесь варьируются, исходя из требований приложений, которыми работает конечный заказчик. Архитектура, я, в общем-то, про нее рассказал. Часть управляющая находится в Citrix, который сам располагается в Microsoft Asia. Часть, которая отвечает за вычислительную нагрузку, размещается по подписке в Microsoft Asia. Соответственно, если мы теперь сравним два варианта, то есть ZenApp и ZenDesktop Essentials и ZenApp и ZenDesktop Services, то здесь можно увидеть, скажем так, некоторые ключевые отличия, которые могут для заказчиков сыграть ключевую роль в определении того, какой же продукт ему необходимо выбрать. Если мы говорим про сервисы ZenApp и ZenDesktop, то при покупке подписки на три года их цена в пересчете на одного пользователя в месяц будет составлять 22,5 доллара. При этом этот вариант нам обеспечит как публикацию десктопов серверных и клиентских, так и публикацию приложений, то есть терминальные сервисы. В случае Essentials десктоп обеспечивает только Windows 10 Enterprise и никаких терминальных сервисов. ZenApp Essentials – только терминальные сервисы и никаких вариантов десктопов. Соответственно, еще одно ключевое отличие, оно у нас располагается в двух, скажем так, элементах. Это подписка. В случае ZenApp Services и ZenDesktop – это годовая подписка. В случае Essentials, что ZenApp Essentials, что ZenDesktop Essentials – это ежемесячная подписка. И канал продаж. Сервисы ZenApp и ZenDesktop – это Citrix Cloud. Они продаются через обычных поставщиков решения Citrix, то есть привычных партнеров, тех, кто является Citrix Solution Advisor, канал продаж. И на них могут распространяться на эти модели обычные корпоративные скидки, то есть Enterprise License Agreement. В случае линейки Essentials продажа идет исключительно через Azure Marketplace. И Citrix Office, либо Citrix Partner как таковой в этом не задействован. И, соответственно, здесь говорить о каких-то Enterprise скидках здесь не приходится. Поддержка, она включена во всех вариантах. С точки зрения размещения Essentials – это исключительно Azure и никаких других вариантов. В случае облака Citrix – это различные публичные облака, включая Asia. Это гибридные схемы или, скажем так, локально используемые вычислительные нагрузки, например, на базе того же самого Nutanix Appliance. Соответственно, если посмотреть теперь на все варианты, мы, наверное, не затронули только один. Это ZenApp и ZenDesktop, который может быть использован по программе сервис-провайдеров. На самом деле здесь, скажем так, отличие от on-premise и чисто клаудном как раз будет заключаться в том, кто же будет заниматься управлением и отвечать за инфраструктуру управления. В случае сервис-провайдера – это сервис-провайдер, это не Citrix и это не заказчик. Управление нагрузкой, виртуальные машины, скорее всего, также будут размещаться на площадке сервис-провайдера и за нее также будет отвечать сервис-провайдер. Плюс это не постоянная лицензия и это не подписка у Citrix, это подписка у сервис-провайдера, условия которого обговариваются между сервис-провайдером и конечным заказчиком. Канал продаж также не стандартный, не Citrix Solution Advisor, а канал продаж Citrix Service Provider. Соответственно, там есть Citrix Service Provider Distributor, поставщики услуг, и, соответственно, заказчик, приходя к ним, обсуждает свои условия по тому, каким образом, по какой цене он будет получать соответствующие сервисы помесячно, в случае годового платежа к этому уже, скажем так, к этим взаимоотношениям между сервис-провайдером и конечным получателем услуги Citrix отношения не имеет. У Citrix есть взаимоотношения между сервис-провайдером и компанией Citrix Systems, где сервис-провайдер отчитывается по факту, по количеству потребленных лицензий, и, соответственно, есть определенные, скажем так, метрики, по которым происходят проверки и взаиморасчеты между Citrix и сервис-провайдером. Во всем остальном ключевое отличие – это то, где находится элемент управления, где находится вычислительная нагрузка, плюс то, каким образом решение продается и лицензируется. Постоянная лицензия и подписка. Подписка годовая, либо подписка месячная, если мы говорим, например, о решениях линейки Essentials. Коллеги, я надеюсь, что, скажем так, в ходе вебинара я постарался максимально полно раскрыть данную тему, заявленную для вебинара, но если у вас есть вопросы, мы с удовольствием сейчас с Леонидом на них ответим, хотя я уверен, что пока я выступал, Леонид, наверное, успел ответить на большую часть вопросов. Если что-то вы вспомните, что вы хотели, но не спросили, у вас всегда есть возможность написать на наш общий адрес se-rus, это citrix.com, это почтовый адрес, который сразу автоматом разошлет письма по всем инженерам российского представительства. Таким образом, гарантированно кто-нибудь из нас вам ответит, даже если там коллеги находятся в отпуске, либо, не дай бог, заболели и не могут ответить оперативно на ваш вопрос. А в принципе, я хочу всех поздравить с наступающим Рождеством, с наступающим Новым годом, пожелать вам всем счастья и удачи, и мы с радостью будем видеть вас на тех вебинарах, которые мы планируем в следующем году. Леонид, давай смотреть вопросы. Я? Мы готовы. Я думаю, что коллеги просто сейчас еще добавят на сыпе, скажем так. Был вопрос, можно ли выложить куда-то в облако весь архив наших вебинаров. Ну, Леонид правильно ответил, что они уже давно лежат на канале в YouTube. Ну, честно, недавно, то есть где-то там полгода, но уже все лежит. Учитывая быстро меняющуюся ситуацию, то есть это уже как бы полгода, это уже давно. Третий релиз. Так, список вопросов и презентации в описании на YouTube не прикрепляются. Действительно, они там не прикрепляются. Если это только не вопросы, которые успели задать в ходе вебинара, на которые мы вот ответили, пока мы отвечаем, запись также идет. Так, обратный переход возможен. Дмитрий. Там дальше перевопрос, ну, мы с Дмитрием уточняли, что его интересует, то есть в случае смены законодательства. То есть фактически, Дмитрий, смотрите, если у вас ресурсы эти располагаются локально, ну, на ваших серверах, да, то вам ничто не помешает их там перецепить к любой системе управления. Другой вопрос, что если вы купили исключительно клауд-версии там Xen Desktop Service, то для того, чтобы потом это внутрь у себя запустить, ну, вам потребуются локальные лицензии. То есть одно как бы не подразумевает другое. Поэтому вопрос там скорее архитекторский. Ну, здесь с одной стороны архитекторский, а с другой стороны, смотрите, у вас есть вычислительная нагрузка, у вас есть элементы управления. Вычислительная нагрузка при, скажем так, переходе на локальное использование вы можете сохранить. Да, вам нужно будет поднять локальные, скажем так, элементы управления и натравить их на соответствующие вычислительные инструкции. Плюс вам необходимо будет иметь уже локальную лицензию, постоянную для того, чтобы не взаимодействовать с облаком, не взаимодействовать с Citex Cloud. Был вопрос, есть ли возможность протестировать Citex Cloud. Да, есть такая возможность. Заходите на сайт citex.cloud.com и, соответственно, выбираете возможность Try. and buy. Так, можно ли показать сам продукт? Ну, окей, коллеги, дело в том, что здесь как раз и мы просто рассматривали различия. С точки зрения работы самих терминальных сервисов, виртуальных десктопов, они никоим образом не отличаются между on-premise инсталляции и инсталляцией в облаке. Если вас интересуют, скажем так, какие-то конкретные вопросы, какие-то вещи, связанные с демонстрацией, не могли бы вы показать, как заводить пользователей в облаке, как настроить интеграцию одного с другим, пожалуйста, пишите. Мы с удовольствием ответим или, скажем так, сделаем эту демонстрацию в рамках следующих вебинаров. К сожалению, либо стесняются, либо считают, что их вопросы не такие важные, и мы таких запросов не видим. Поэтому я буду очень рад, и я думаю, что Леонид тоже, если мы получим конкретные пожелания по тому, что же нам хочется получить, имеется в виду с вашей стороны, в виде нашей презентации, в виде демонстрации, в виде вопроса. Нет, здесь просто надо добавить, что, наверное, года два уже назад мы тогда показывали наш локальный ресурс, привязанный к облачному. Скажем так, на тот момент это просто не вызвало какого-то там огромного интереса. То есть никто там не переспрашивал, давайте что посмотрим, давайте что-то сложное. Мы не получали вопросов, что кто-то это локально пробовал, поэтому мы спокойно пока отошли. И если сейчас, вот последние, скажем, полгода, да, Сереж, по вопросам судя, там эта тема стала горячей. Именно, извини, Леонид, я тебя перебью, а почему, скажем так, именно вот эта тема именно сейчас? На самом деле появляется большой интерес к облакам, но, к сожалению, далеко не у всех есть понимание, что же приобретает заказчик, покупая подписку. И, там, беседуя с рядом заказчиком, мы поняли о том, что все-таки эту тему надо рассказать, что конкретно включено в on-premise лицензии, что в подписку, что заказчику необходимо доплатить и купить отдельно, ну, в случае, скажем так, облачных сервисов. Инфраструктуру оплачивается отдельно. То есть Citrix в рамках Citrix Cloud предоставляет только управляющую часть и все те машины виртуальные, которые там необходимы. То есть за те лицензии вы уже дополнительно ничего не платите. Да. Ну, я еще раз напоминаю, что, коллеги, на ссылку Cloud Citrix.com вы можете зайти вашей учетной записью на Citrix.com. Она с вас просто попросит подтвердить, там вам линк придет на вашу учетную запись, и дальше вы спокойно можете у себя попробовать, взяв один микросервер, на нем подключив какие-то ресурсы в облако, увидеть все своими глазами, не завися от нас. Вот. Поэтому вы просто как бы соберите все ваши вопросы по желанию, да, потому что вы там, как бы, условно говоря, увидите упрощенный вариант управления к XenDesktop. То есть там особо как бы чудо не произойдет, то есть никаких там, не знаю, там фиалок не вырастет в облаке. Вот. Вы просто увидите такой, скажем, более облачно ориентированный интерфейс управления, да, там и с сообщениями там о доступности ресурсов. Вот, в общем-то, как бы и все, что будет. С точки зрения клауда, там, на самом деле, есть еще ряд сервисов, которыми можно воспользоваться, даже не имея облачных XenApps, XenDesktop, но, скажем так, Citex это предоставляет как некий бонус своим облачным пользователям и пользователям своих решений. Поэтому посмотрите, там иногда бывают, скажем так, всякие лабораторные, а то, что там предлагается в будущем, на текущий момент находится в варианте тестирования. Можете посмотреть, к чему, скажем так, готовится, что вас ожидает, и попробовать это там в некой тестовой среде, некой тестовой зоне. Так, был вопрос, будет ли до записи этого вебинара и презентации, да. Единственное, что я не могу сказать, сегодня я это успею сделать или все-таки завтра, поэтому ссылка на записанный вебинар и презентацию придет к вам либо завтра, где-то в районе 12, либо уже послезавтра. Поэтому, коллеги, все будет, не переживайте, все получите, и сможете с этим там уже локально спокойно посидеть, поработать. Где почитать про расчет оборудования для создания системы VDI? Ну, Леонид привел ссылку на достаточно хороший документ, который был обновлен с выходом версии 7.15 LTSR. В нем подробно рассмотрены требования к различным ресурсам, в зависимости от нагрузки, от количества виртуальных машин, которые планируются. Поэтому ознакомьтесь в первую очередь с ним, и у вас многие вопросы спадут. Так. Спадут. Сейчас, Сереж, можно я дополню, да. Значит, Андрей, по поводу расчета. Мы сделали, как бы, сведенный в Excel-овский файл изначально большую часть информации этого документа, да. То есть, если вам интересует, как бы, расчет, ну, чтобы быстрее поиграться, мы можем поделиться этим файлом, вы его дальше можете просто изменять так, как вам удобно, вот, и на его основе, там, строить свои расчеты. Ну, в принципе, он, как бы, условно говоря, повторяет информацию, которая есть в этом файле, и если, там, по вашим расчетам на сервере может работать не 100, а 250 машин, да, ну, вы, соответственно, ориентируете. Более того, есть замечательное место, значит, это блоги по Citrix.com, вот, и там в свое время наши консультанты на основе, там, 20-летнего опыта, там, своего инсталляции выкладывали, ну, достаточно простой лобовой расчет, которым можно пользоваться, когда вы сидите, там, скажем, на встрече с заказчиком или сами хотите быстро оценить. Именно для быстрой оценки, да, потому что, не зная нагрузку, не зная требований приложения, ну, все-таки это достаточно, вот, подписываться под такими цифрами, ну, будет сложно, но в качестве быстрой оценки это действительно рабочий вариант. Да, то есть там называлось умножить на 5, умножить на 10, то есть умножалось количество ядер на 5, это VDI, умножалось на 10, это количество терминальных сетей. С этим можно очень много спорить, то есть здесь у каждого, как бы, там, свой опыт, можно взять замечательную гиперконвергентную систему, получить другие цифры, но, тем не менее, да, то есть есть разные методики расчета, там, каждый для себя, как бы, что-то свое, и поэтому мы с удовольствием поделимся и увидим ваш, как бы, фидбэк на наши расчеты. И, да, в принципе, коллеги, пожалуйста, не только там по темам вебинаров пишите, что вам не хватает там от инженерной технической команды Citrix. Все, что, скажем так, будет в наших силах, мы с удовольствием с вами поделимся и, соответственно, предоставим какие-то материалы. Был вопрос, как CSP-партнерам Microsoft можно оперативно заинролиться в партнерство с Citrix. У Citrix есть аналогичная программа сервис-провайдерства. У нас есть два дистрибутера, это Softline и Mont, у которых именно открыта дистрибуция по программе CSP. Вы обращаетесь к ним, и они, соответственно, вам рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы, соответственно, стать сервис-провайдером Citrix. Если вы не знаете их контактов, напишите мне или Леониду, ну, или на наш общий адрес, я, соответственно, вам эти контакты пришлю. Так. Насколько стабильно работа через публичные каналы из облачных ЦОД, АВС и Ажур, до Москвы и Санкт-Петербурга при облачной подписке? Обязательно ли выделенный канал для минимального пакета на 25 пользователей? Смотрите, коллеги, значит, Citrix, как бы, часть Citrix, управлялка, она находится где-то, скажем так, да, либо в Европе, либо в Соединенных Штатах. Дальше вы размещаете свои вычислительные ресурсы в облачных ЦОДах, публичных АВС или Ажи. Соответственно, вы можете разместить их, выбрать их размещение, какой регион. К сожалению, по-моему, ни Амазон, ни Ажур на территории России пока не имеют соответствующих площадок. Вопрос, обязательно ли выделенный канал для минимального пакета. Тут все очень сильно будет зависеть от того, что за приложение вы используете, насколько там на этом приложении активно меняется информация на экране. Ну, один из наших заказчиков, он премесный заказчик, для дальнейших работ по анализу того, какие каналы ему потребуются при более широкой централизации сервисов с помощью терминальных и виртуальных решений, самостоятельно решил проверить требования к каналу. Ну, там есть определенная специфика. В основном это, скажем так, некие текстовые табличные формы, в которые заполняются те или иные элементы. Плюс подгружаются документы, плюс идет печать. Соответственно, коллеги с помощью IBM Rational сделали 150 тестовых пользователей, и одновременно загнав, распределив у них роли, так как у них приблизительно распределено в организации, провели тестирование. Вот самое интересное, это то, к чему они пришли, потому что на сайтах, на тех документах, которые предоставляет CITX, достаточно обтекаемо говорится, что для работы обычных офисных пользователей достаточно полосы пропускания от 64 килобит в секунду на пользователя. В результате они получили показатель, ну, если взять имеющуюся полосу, поделить на вот эти вот 150 пользователей, в среднем на пользователя вышло порядка 7-8 килобит в секунду. Ну, у них, правда, использовались еще решения по ваноптимизации, но оно, скажем так, больше, чем в два раза, оно этот показатель не снижает. Поэтому финальный вывод в документе был следующим. Наверное, это все-таки стремно полагаться на 7-8 килобит в секунду, поэтому давайте ограничимся теми цифрами, которые предлагает CITX для своих заказчиков. Офисная работа, офисные системы порядка 64 килобит в секунду. Соответственно, 25 пользователей на 64 килобит в секунду, это будет у нас 640, это 1,2 мегабита. Ну, где-то там полтора мегабита. Соответственно, смотрите, нужен ли выделенный канал. Здесь, если пользователь работает из одного места, возможно, интересно будет. Если это пользователи мобильные, смысла в приобретении отдельного выделенного канала не будет, потому что каждый из них будет подключаться по своему, своим маршрутам. Поэтому, да. Сереж, здесь, наверное, кроме всего, имелся выделенный канал для ресурсов локальных. Ну, возможно. Ну, здесь тогда надо... В московском центре, ну, там Москва, там Санкт-Петербург, да, ты покупаешь подписку к Zendestop сервис, соответственно, у тебя сервис управления там где-то в облаке, точка подключения в облаке. Ну, в этом случае, наверное, есть смысл там задуматься, на, там, скажем, отказоустойчивом канале подключения. Лень, ну, скажем так, я все-таки немножко по-другому понял. Я понял, что вычислительная нагрузка размещается в ВВС в Ажуре, а дальше ты откуда-то ходишь, там, из Москвы или Санкт-Петербурга к этим вычислительным ресурсам. Поэтому... Да, тогда попросим коллегу просто написать, уточнить, что он имел в виду. Вот, поэтому здесь, ну, публичные каналы в последнее время, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, работают относительно неплохо. Я, пожалуй, не встречал, наверное, за последние года полтора-два, где, где бы мне было бы плохо работать в этом режиме. Ну, из своего опыта могу сказать, что самый, наверное, жесткий вариант, это была работа из Африки, Северной Африки, где там конференция проходила, мне нужно было некий отчет подготовить в терминальной среде, а интернет в отеле представлял собой, ну, какой-то чудовищный, они перевозили пакеты на верблюдах, потому что это было порядка 25% потерь пакетов, и задержка была порядка тысячи миллисекунд. Ну, в терминальном режиме худо-бедно я, как бы, там отчет свой заполнил. Не могу сказать, что мне было комфортно работать, потому что вот буквально каждое нажатие нужно было считать, сколько клавиш ты нажал, и потом отслеживать визуально, как эти буковки через какое-то время начинали появляться в терминальной среде. Локально там Outlook вообще сказал, что здесь нет никаких подключений, работать он в такой схеме просто физически отказывается. Так, дальше. Есть пожелания там по обучалкам. Кадр соответствия построения виртуальной локальной сети в облаке. Сергей, давайте вы немножечко потом подробнее распишите, я немножко не понял вопрос. Есть у вас кадр соответствия структуры построения виртуальной локальной сети в облаке на базе Microsoft по аналогии на вашем решении. То есть на пальцах, что такое XenApp и XenDesktop? На самом деле на пальцах вот есть несколько управляющих элементов. В принципе, они могут быть там почти все совмещены на одну машину, если это маленькое внедрение. Если это крупное, естественно, лучше их изолировать друг от друга, разнести на разные виртуалки. И есть вычислительная нагрузка. Вот более подробно есть масса документов, там, референс-гайдов, референс-архитекча. Если у вас есть пожелания по какому-то вендору, я просто могу свой архив потрясти. Есть много документов на сайте Cisco, есть много документов на сайте Dell EMC. HP также много публикуют. Поэтому напишите мне, какого вендора вы рассматриваете. Я просто постараюсь вам прислать соответствующий документ. У Nutanix много документов появилось в последнее время. Какая ширина канала нужна для пользователя при голосовых звонках через Skype for Business? Если у нас голосовые звонки, там, по-моему, речь шла про 128 кбит на пользователя. Есть ли видео, естественно, это все зависит от того, какого размера у вас будет эта картинка на экране. Интересует вопрос, связанный с внедрением и использованием гибридной инфраструктуры Citrix, NetScaler, VPX, Azure Appliance. Тарас, напишите тогда более подробный вопрос. У нас есть коллега, который отвечает именно за сетевые решения, Михаил Соболев. Мы этот вопрос ему передадим, и он уже тогда с вами свяжется. И более подробно обсудите, что, как лучше делать, как внедрять и как использовать. Ну, я смотрю, вроде у нас больше вопросов не появляется. Значит, я просто хотел по поводу наличия документов сказать, значит, ну, то, что Андрей пишет, настройка поддержки XenDestop. А если его интересуют документы на русском, вот, естественно, с этим немножко посложнее, скажем так. Ну, ладно, Лёнь, в конце концов, давай мы возьмем на себя некие обязательства, ну, сделайте там хотя бы базовые какие-то документы. Да, нет, не вопрос. Значит, но надо быть как бы внимательным. Значит, есть документ, который называется Review Guide. Значит, там версия 7.8, XenDestop, но принципиально для того, чтобы вам запустить все это, ну, чтобы увидеть это в рабочем состоянии, этого достаточно. У меня был как бы партнер из Санкт-Петербурга, который там видел, условно говоря, всю эту систему первый раз. Ну, скажем так, с телефонными звонками за несколько дней он все это запустил. Более того, в итоге он запустил это на Linux, на Linux в идеальных машинках, и у него все это заработало. Ну вот, если очень серьезная, конечно, проблема там с английским языком, то вот Review Guide, они как раз содержат массу скриншотов. По ним, ну, практически можно понять, почему русский здесь, как бы, окажется, скорее всего, не самым хорошим вариантом. Я очень люблю русский язык, да, но дело не в этом. Интерфейс самого сервера, управление, он англоязычный. Поэтому попытки двойного перевода, они вас только, скорее всего, запутают, да, и попытки искать что-то там в ошибках на русском языке ни к чему там особо хорошему не приведут. Ну, чисто вот из опыта. Евгийский – это международный технический язык, да. Если у вас будут просто дальнейшие какие-то вопросы или вам там архитектурно что-то непонятно, то вот мы там несколько раз писали адрес, пишите, мы поможем там в звонках, покажем, разъясним, можно удаленно подключиться, помочь. Но вот Review Guide – это первое. Второе, то, что вот говорил Сергей, это документ, который он там готов поделиться, ну, если вы напишите. И третье, на разделе документации DocCitrix.com она состоит из двух частей. Первая часть – это описание по продуктам, а вот ниже – это архитектурные документы. И там можно найти тоже в виде PDF-ов с картинками, пошаговые системы, там, как Zendestop там публиковать на Storefront, как Zendestop там скрестить с нетскейлером, получить там безопасный вход снаружи. То есть там очень много документации. Если вы просто в ней там, условно говоря, утонули и не нашли то, что нужно, напишите, мы просто там скажем, что вот этот документ максимально отвечает. Но, еще раз, если вы хотите это там в первый раз, то вот Review Guide – это самый вот хороший вариант, его можно просто посмотреть. Леон, я думаю, что все-таки нам нужно будет сделать, может быть, какую-то, скажем так, видеоинструкцию, да, там, как делать некие базовые вещи с объяснением по-русски, там, по тому же самому английскому интерфейсу. Окей, запишем, да, как бы постараемся это все в следующем году сделать. Так, вопрос, там, уточнение от Андрея о том, что по программе CSP звонят из Citrix на английском. Коллеги, на самом деле у CSP-партнеров их контакт – это CSP-дистрибутер. Буквально, скажем так, меньше месяца назад мы проводили совместный вебинар с нашими CSP-дистрибутерами, как раз рассказывая о том, куда обращаться, что из себя CSP-программа представляет. Посмотрите на YouTube, он лежит, этот вебинар, если нужны контакты вот именно CSP-дистрибутеров, Монта и Софтлайна, я пришлю. Коллеги, выбирайте того, кто вам идеологически более близок, с кем у вас там более дружественные отношения, и с ними взаимодействуете. Это русскоговорящие ребята, я знаю и одних, и вторых, поэтому здесь вопросов, наверное, не должно быть. Так, есть ли список необходимого оборудования для перехода в облако, или можно будет задействовать имеющиеся старые серверы? Виталий, на самом деле, если вы планируете перенести нагрузку в облако, то начинается с того, что вы там поднимаете инфраструктуру управления. Если у вас по-прежнему остается нагрузка on-premise, ну, те же самые серверы, которые работали, они точно так же будут справляться с on-premise нагрузкой. Если дальше вы захотите перенести эту on-premise часть в какое-то публичное облако, либо облако, которое предоставляет вам локальный партнер, ну, окей, вы можете по аналогии запросить требуемые ресурсы, исходя из того, что у вас потребляется на текущий момент локально on-premise. Так, ну, правильно, там Андрей замечает, что есть замечательный сайт... Карл Стальхуда, который много пишет, много, в том числе, инструкций. Ну, Google Translate, к сожалению, не всегда хорошо переводит. Вот я достаточно часто сталкиваюсь с работой переводчиков и вычитываю те документы, либо те материалы, которые нам присылают на русском языке, но иногда это просто трэш и угар и боль, которую я делюсь со своими коллегами, и иногда после этого меня трясет, наверное, по пару дней. Нет, здесь как раз подход очень хороший. На самом деле, просто когда американцы, в том числе, пишут там большие тексты на английском языке, они очень много позволяют себе, скажем, таких вольностей. Вот. И когда там простыня текста, конечно, тяжело это понять. Но здесь просто главное, чтобы вы понимали там термины. Если он говорит там про виженинг, то без разницы, что там Google переведет, вы просто должны четко понимать, что речь там идет о доставке, там, скажем, имиджа в гипервизор, там, или, да, или доставке, там, чего-то до пользователя. В ПВС или в Machine Creation Service. Да, да. То есть, если вы ключевые слова знаете, то Google вам поможет. Если вы их не знаете, то с большой вероятностью он вас просто может на самом деле сбить. Там, тот же User Experience, там, можно переводить, там, питьюнер на разными способами. И, ну, на самом деле. Виженинг тоже не самый приятный термин для перевода. Да, то есть, просто зная основные точки, вот, как раз посмотрев вот эти ревью-гайды, вы очень хорошо вот эти точки, как бы, поймете. И тогда можно, естественно, там, и Карл Сталл Худа читать, и Робин Хобот читать, у того больше по тому же XenMobile и так далее. Вот. Это будет хороший подход. Отлично. Более того, не в качестве рекламы, да, там, и Майкрософт же свой тоже транслятор сделал, там, то им тоже можно пользоваться. Более того, да, много вопросов. Да, и на Яндексе хороший транслятор. Критически относиться к полученному результату, потому что не всегда он соответствует вашим ожиданиям. Особенно с точки зрения, есть базовая лексика, есть технологическая лексика. Я просто помню в свое время, когда профессиональные переводчики были приглашены на мероприятие Майкрософт и осуществляли перевод в живом режиме. К сожалению, они не очень были глубоко посвящены, да, в технологии Майкрософт. Поэтому, когда речь шла про high-level watermark с точки зрения Active Directory, они просто чисто-честно перевели уровень высокой воды. И вот эту воду потом там народ очень долго вспоминал. И ползала сразу хохотала, а вторая половина, которые слушали в оригинале, смотрели на тех, кто слушал перевод с неким недоумением. Что смешного сказали, вроде бы, в принципе, вполне нормальные такие базовые вещи обсуждаются. Ну да, степень российского сарказма, она известна, там, мы кого угодно. Затроллим, да. На самом деле, да, вот, наверное, по сегодняшнему вебинару, я надеюсь, что было, ну, интересно, потому что мы просто видим, сколько народу пришло послушать. И, наверное, основной посыл по итогам, да, это показать живьем премисовское подключение с облачным управлением, да, и постараться подготовить базовые видеоинструкции по гендостопу. Нам будет очень приятно, если вы в отзыве о вебинаре просто напишите все свои пожелания. Вот, соответственно, Сергей их все получит, и мы сможем подстроиться уже в новом году под ваши желания. В планах уже будем закладывать определенные вещи, потому что, к сожалению, часто выбор темы вебинара осуществляется нами, исходя из наших представлений о том, что может быть вам интересно. Вот, поэтому, если хотите, чтобы вам действительно было интересно, пишите, спрашивайте, и мы, соответственно, будем максимально пытаться делать то, что вы у нас спрашиваете, а не то, что, скажем так, мы пытаемся угадать. Коллеги, спасибо большое за внимание. Еще раз всех с наступающим Новым годом и Рождеством, и до встречи в новом году. Редактор субтитров А.Семкин